Приглушенная музыка, аромат благовоний. Несколько гостей на циновках перед чайной доской сначала знакомятся с самим листом. Специальные пиали подносят к носу, вдыхая аромат. Ждут, пока на газовой плите в стеклянном чайнике закипит вода. Ожидание гармонично скрашивает лекция об истории растения, способах его заварки и воздействий на организм. В чайном листе, когда он растет, также содержатся разные дубильные вещества. Александр Голубкин – знаток чайной церемонии. Жил в Китае, много изучал сам. Признается, заваривает тонизирующий напиток по вековым канонам и у себя дома. По времени, конечно, получается дольше, чем просто бросить пакетик в кружку, но оно того стоит. Потому что это не только вкус чая, это еще и замкнутый цикл, когда нужно по определенным правилам все перелить, все правильно заварить. Ну и в этот момент вы полностью погружаетесь, погружаетесь в это состояние ресурсное, когда вы готовите чай, избавляетесь от каких-то лишних мыслей. Для новичков на чайных церемониях Александр предпочитает заваривать чай низкой ферментации, например, белый. Первая заварка сливается всегда. Она нужна, чтобы прогреть посуду и очистить сам лист от пыли. Вторую заварку выжидают полминуты и разливают в небольшие глиняные или фарфоровые чаши, рассчитанные на три глотка для желудка, ума и души. Наличь нужна равномерно всем гостям. В Китае считается неуважительным, если на ком-то чайник опустел и пришлось ждать. Во время питья чая громко прихлебывать обязательно, чтобы наполнить воздухом воду, которым она была изначально насыщена до кипячения. Таким образом вы чувствуете больше вкуса чая и аромата. Стесняться не надо. Одной заварки обычно хватает на четыре пролива. Пик вкуса приходится на последний. За одну встречу Александр старается заварить минимум три разных сорта чая. Пробуя, гости развивают вкусовые рецепторы и учатся формулировать свои ассоциации. Уходят расслабленными и с небольшим багажом знаний. Например, я узнала, как нужно хранить чай зеленый. Об этом не знала. Ну плюс еще, как заваривать, какой температурой, сколько раз можно заваривать, в какую посуду. В принципе, очень даже такие полезные знания. Три часа обычно длятся чайной церемонии в Доме художника заканчиваются медитацией. Привезти друзей или присоединиться к уже сформированным группам можно через соцсети. Встречи проводятся примерно раз в месяц. Регина Сорокина, Денис Лугов, программа «Город».